В 2005 году все сумасшедшие собрались на одном заводе, у них было кучу денег, куча возможностей, не было никакого кризиса. У каждого в молодости был первый сцепь и первая любовь, когда ты думал, переживал твое сердце. Так будет продолжаться и дальше. Купил я эту машину за 4 миллиона 200 тысяч рублей и очень кайфовал. Мне даже было жалко ездить на ней зимой. Я поставил ее в гараж и она там стояла, ждала своего дня. История у нее была интересная, я сделал ее в золотую пленку. Когда мы выбирали, в какую пленку ее делать, мы думали сделать серебро или сделать золото. Но потом мы подумали, все-таки, наверное, лучше сделать золото. И были правы. Это была первая машина в золотой пленке в нашей стране. Она была очень знаменитой. За последний год золотая превратилась в настоящую легенду российского интернета. Затем, как она меняла облик, продавалась и просто перемещалась по московским улицам, тысячи пользователей следили с волнением. Такую яркую машину сложно не заметить. Люди невольно поворачивают головы. Когда она пролетает мимо. Я покатался на ней 25 тысяч километров и продал эту машину. После того, как я продал эту машину, через неделю у человека взорвался мотор. Взорвался он, потому что в логах блока управления мотора было прописано, что он ехал 320 километров в час и температура мотора была 147 градусов. Безусловно, мотор не выдержал и взорвался. Через какое-то время, когда поставили новый двигатель, эта машина хлебнула воды через передние ноздри. И был гидроудар. Поставили новый двигатель. Она была у одного, потом была у другого. Но самое интересное, в тот момент, когда я ее продал и купил ГТР, вечером, того же дня, я встретился с этой красавицей на ГТРе. И она отымела меня. Она унизила меня. Она показала, что я предал ее. Она показала, что я предатель. Она показала, что она сильнее. Мы никогда не ценим тех, кто рядом с нами. Так устроены люди. Я эту машину не стал делать золотой по причине того, что слишком броско. Но надоело. Но зачем мне две золотые машины? У меня есть X. Вот на X можно повеселиться, быть ярким. Именно на этой машине, именно на этой коробке переключение скоростей происходит таким образом, что как будто ты стоишь раком голый, а тебе в жопу вносится товарняк. И это происходит на каждом переключении скорости. Поэтому есть машины, которые быстрее этого автомобиля. Например, та же самая Ferrari или Aventador, Porsche Turbo S. Эти машины быстрее. Но они не дают такого дикого удовольствия для настоящего драйвера. Для того, кто хочет сжаривать. Для того, кто хочет подавать под сраку ей постоять. Для того, кто хочет ехать боком. Это лучшее, что могли придумать. Конечно, машину использовать в гоночном треке достаточно сложно, потому что слишком тяжелый мотор. Для того, чтобы на этой машине кататься каждый день по городу, удовольствие сплошное. Но только для меня, для сумасшедшего. Потому что здесь достаточно дерганная коробка. Этот автомобиль с тюнингом Evo Teech. Этот автомобиль с тюнингом PP Performance. Мы не будем показывать вам очень долгие гонки. Я думаю, мы будем стартовать втроем. А потом мы изнасилуем Audi RS6. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изначально машину построил не просто для удовольствия. Машину построил для того, чтобы кайфовать от нее. В принципе, для того, чтобы ездить зимой, для того, чтобы ездить каждый день и ездить. Для того, чтобы ублажать себя до замечательных поворотов езды боком сил этих достаточных. Кайфа этого достаточно. Но соперник нет. Именно поэтому мы сейчас стартанем с Audi RS6 Plus 580 лошадиных сил. Мы сейчас стартанем с рейндж-роллером на чипе свыше 600 сил там. Ну и, соответственно, с двумя BMW X5 и X6. И вы поймете, кто же стоит. А вот теперь становится понятно, что интересно гоняться не с машины, а с мотоциклами. Здесь другой коллектор. Здесь другая выхлопная система. Здесь другие форсунки. Здесь настроен блок управления коробки и блок управления мотором. В этом автомобиле 600 лошадиных сил. Но в каждом вопросе я старался подойти максимально глубоко и серьезно к решению того или иного вопроса. Колеса – это очень важный элемент. Для машины, которая ездит свыше 300 км в час, они должны быть очень легкие. И эти колеса очень легкие. Это колеса бенемен. Стоковые колеса, предположим, на X-е Performance, выдерживают нагрузку в 760-780 кг удар в точку. Не там, где рисунок находится на диске, а по внутренней части. Эти колеса могут выдерживать нагрузку больше, чем тонна 300 на одном колесе в ударе. Это говорит о том, что эту машину можно сбросить с МГУ и колеса останутся. Что мы придумали? Первое – мы сделали цвет автомобиля. Это необычный цвет. Сначала идет хромированная пленка. На нее поклеили салатовую пленку прозрачную и сверху пошла красная. И только после этого мы получили этот цвет. Собестоимость поклейки этого автомобиля – 620 тысяч рублей. Что мы сделали с электрикой? Здесь было гениальное решение. Мы купили полностью всю электрику со всеми блоками от кузова F-15. Это новый X5. Мы купили всю проводку, мы купили все блоки, все это установили и настроили. Аналогов этому автомобилю в природе не существует. Этот автомобиль в компании BMW построили тогда, когда у них было дохрена бабла. Просто дохрена. Они взяли и засунули мотор в E10. Теперь такого не происходит. Теперь на всем экономия. Я сажусь в свой X5M. Я могу сказать, там материалы хуже. Материалы дешевле. Дешевле потолок, дешевле пластик, дешевле кожа, дешевле дерево. Все дешевле. Вот везде они, где могли, они все урезаны. Толщина обшивки. Здесь, например, здесь у нас двойное стекло, стеклопакет стоит. Очень тихо в машине, очень хорошо. Теперь о минусах. Расходные материалы. Нереально жирает расходники. Просто нереально. Тормозные диски, колодки. Сцепление меняется вместе с маховиком. Денег все стоит, ну не совсем вменяемых. Вот, например, просто поменять сцепление, 100 тысяч рублей материалы, и там примерно 20 тысяч рублей работает, 120 тысяч рублей. Каждый там прямо езде 5-6 тысяч километров, а при езде там нормального меняемого человека, ну 15. Ой, а как она угла держит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, я когда из этой тачки вылажу, вот так руки трогаю, а у меня ладони пот, я понимаю, за что я плачу, я плачу за тот самый кайф, за те самые мысли, которые в эту машину вложили лучшие техники. Компания BMW и 1000 чемпионов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...